Всем привет! С вами Клейтен и Флойд. Добрый день! У нас обзор матча дисциплины по Сёгуну Аватар. Это ФОЦ. Закат самураев. Порох. И у нас первый бой загружается. Сейчас карта Перекрёсток. В этом противостоянии у нас играет китайский игрок из клана Хан Супер Фиджер. И ему противостоит Тоттен из клана ЮССР. Ну да, и Витя у нас тут решил тоже поучаствовать. С Хановцем я играл. Игрок не сказать прям шикарный, но человек понимает. Довольно сильный игрок. Понимающий. Я бы так сказал. Понимающий игрок. Он понимает, что он делает. Понимает, как подкачать войска. Было у него, по-моему, ТОСа на 175 шагов со мной, вот когда он играл. Вот у меня загрузился бой. Уже видно карту. Дадзё Лучников, Крестьянский дом, Светилища из края. Моралька, да. То есть, самый ценный Дадзё получается по флангам, как бы. Ну и Хановец расставляется под это дело, да? Ставит туда 150-ку свою. Да, вот видно, что он на право фланг ставит морскую пехоту США. На левом фланге у него тут тоже кавалерия плюс револьер, как бы. Ну, много линейной пехоты у обоих игроков. Посмотрим, как будет развиваться событие. Давай нажмем play. Давай, давай. Ну, смотрим мы как раз от Хановца, и я вот так скажу. Кавалерия не стал смещать всё на один фланг. Очень правильный. Ходшик не заворачивали. Есть морская пехота США, да. Есть Яреки, качаные по две лычки. Витя тут у нас взял. Вот так он их бил. Конокрада он взял, поэтому всего 10 натиска. Есть револьверы. Кэп у него качан на 125 шагов. Ракетка у него есть, то есть не докачан стрелка. А вот с Витей всё интересней. Очень много стоковых войск. Ну, кстати, смотри, я Суперфиджер тоже взял Конокрадов. Вот тут оно видно. Вот Яреки сейчас я навёл. Тоже 10 натисков. Минус 5 натисков. Да, 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 да. Но у Витей взяты на размер ополчения. Стоят по бокам, ведёт двоечками. Ну, то есть, как бы... Ну, на мясо сейчас, наверное, будет пускать. Тут уже вот на правом фланге внизу, где светилища, мне кажется, всё уже начинает столкновение. Да. Тоттон вперёд побежал своей конницей, отправил сабли вперёд. Ну, эти стабли не доходят. В центре тоже кавалерия подчарживала тут. Ну, несёт большие потери кавалерия. Вот тут она, вот, как-то, мне кажется, необдуманно немного пустила вперёд. Ну, за копьё надо подводить. В центре также сразу две кавалерии уже теряет сразу. И, кстати, заметь, игроки играют на максимальной численности отряда. Тут вот видно, что по 200, то есть, видимо, перепутали. Да, да, перепутали. Но ничего страшного, как бы, может быть, договорились об этом изначально. Ну, слушай, прошла первая атака, и, мне кажется, Тоттон всё свою кавалерию потерял в первой минуте боя. Да, вся кавалерия с саблями, которая должна была запуститься после копий, она прорвалась вперёд. Мы сейчас копья расстреляли. Сейчас уже в центре Суперфильджер сам чаржит. И тут Яреки у него прям два отряда сразу сминает. Да, есть такое дело. Мне кажется, если я делаю сейчас на стороне китайского игрока, ему достаточно кавалерию с фланга завести. Как бы, и всё. Ну, а с другой стороны, не даёт, и Витя тоже никому захватить, не даёт захватить Дадзё ни одной из них, да? Ну, да, вот тут она много очень пехоты всё равно ещё остаётся. Вот здесь морская пехота США у Суперфильджера в упор практически подошла, то есть не стреляет, тупит. Нет, даёт, даёт он в залпе, тем более прожрал ещё и огонь на подавление. То есть, как бы, тут, ну, не знаю, ну, Витя вроде разгрёб один фланг. Ну, слушай, да, справа, несмотря на то, что кавалерию всё свою убил, здесь у него тотальное преимущество по пехоте, и он справа внизу перестрелял. Ну, вот, револьверы сейчас дорабатывают остатки, так скажем. Ну, слушай, они расстреливают ополченцев, мне кажется, это не лучшая цель, чтобы боеприпасов потратить. Очень правильно. Единственное, что он недоконтролил, и сейчас они стреляют уже по мёртвым целям, а в общей чертах завод этих револьверов... Да, и они столько больше боезапаса сейчас потеряли уже. Ну, в центре её Суперфиджер тут добивает остатки войск Тоттена. Здесь Суперфиджер кавалерии своей лучше сыграл, он её придержал, как бы, да? Нет, здесь револьверы зарешают, сейчас они просто... Начальника... А, они добирают. В США перестреляла красного медведя, и сейчас ополченцев спугнёт. Ну, здесь тотальное преимущество, мне кажется, всё-таки на стороне Суперфиджера. Тут дело техники ему уже добить. Больше у него линейки, мне кажется, остаётся. Ну, вот смотри, 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 вот копья всё-таки добрали сейчас до 150-ки, да? Но их очень мало, их очень мало. 47 человек уже осталось, 38. Ну, и половина отряда-то морской пехоты уже потеряна. Сейчас вот если он под зал, ты... Ну, пойдёт здесь, конечно. Не-не, ты просто посмотри, как бы сказать, уже Суперфиджер как-то окружает. У Тотона все отряды, как бы, друг от друга далеко очень уходятся. И вот лазурные драконы сейчас вот в одиночку отбываются в центре. Красные птицы их в упор расстреливают. И очень хорошо используется его генерала, Суперфиджер. Тоже сбоку подстреливает, то есть... Ну, и Витя тоже тут... Не, слушай, тут всё so close, короче. От 150-ки осталось всего 78 человек. Надо беречь. Иначе это очень может плохо закончиться для него. Но, по идее, должен, конечно, побеждать. Ну, вот Витя очень хорошо, капитан... Ну, за Суперфиджером сейчас получается два Дадзё. Дадзё на перестрелку, то есть на учников, да? Захватил китайский игрок. Крестьянский дом тоже держит китайский игрок. Тот он даже не может захватить из-за светилища. Ну, больше, больше пехоты остается. Не, ну, остается всего ККП-отряд, да, и отряд белых медведей, которые стоят в стоке. И они стоят уже получают от красных медведей. Пытается, Витя, вот на медленном шаге пустил. Линейка разворачивается, сейчас будет залпанная. То есть, как бы... Здесь рельеф немного мешает линейной пехоте Суперфиджера стрельнуть. То есть, они сейчас генерал... Не, ну, генерал подходит тут. Всё, 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 всё. Ну, слушай, ну... Почти вот на максимальном размере отряде отряда, да? То есть, на всю карту растянулись? Растянулись очень сильно, да. Да, растянулись очень сильно. Ну, не, ну, такая она... Эта карта, она сильно рельефная. Здесь надо время для контроля. Ну, такая и не слишком большая. Ну, давай смотреть по итогам боя. Ну, слушай, там морская пехота аж даже помигать успела пару раз. То есть, мог он разогнать эту пехоту. Ну, это его, конечно, не спасало. Слиты были сабли. Вот если бы сабли... Нет, просто вся кавалерия была слита. Вся кавалерию, то есть, он всю кавалерию пустил вперёд. Численность тут, она была гораздо больше. То есть, он набрал, наверное, одни только стоковые отряды, да? Просто спал. И, ну, по итогам видно... Ну, морская пехота, вот, 308... Ну, два отряда почти убил. Белый медведь настрелял. Яреки 201 человек. Считайте, целую линейку он съел. Револьвер съел. Охрана военачальника настреляла. А вот, вы видите, 171 фраг лазурной драконы. 132, да? Военачальник 108. Ну, то есть, всё гораздо слабее. А сабли, ну, вот, смотри, вот. 72 человека, это они урезали. Да, там что-то... Ну, тут у лазурной драконы странный очень выбор. Не знаю, может быть, просто тот, он хотел пофаниться. Ну, я бы на его месте, то есть, если просто хочется больше линейки взять, да? Когда, ну, по правилам, максимум 4 одинаковых. То есть, 4 красных медведей уже есть, раз, да? Но лучше всё-таки белых каких-нибудь медведей брать, чем лазурных драконов. Ну, там расчёт был на спам, понимаешь? То есть, количество выстрелов. Количество выстрелов, количество по дезморали, скорее всего, так. Я тоже, кстати, не брал ни белых, ни чёртов медведей. Я брал драконов, я брал черепах. Я даже в одном бою, там, по-моему, белых тигров брал. Вот. У него, видишь, не было 150-ки, по-моему, вообще. Вообще, да, у него элитных отрядов вообще не было. Ну, давай перейдём к следующему бою. Да, давай. Так, у нас счёт 1-0 в пользу китайского игрока. Здесь, в крупном этапе, насколько я помню, бои идут до двух побед. То есть, ну, если будет счёт 1-1, то будет ещё и третий бой. У нас игроки выбрали карту пойма-реки. Изменили. Я уже загрузился. Изменили они количество в отряде по 150 человек. То есть, всё-таки на выше нормы перешли, да? Ну, да, да, да. Видимо, ошиблись просто. Ну, так получилось. Бывает. До Дзюмечников, святилище и крестьянский дом. Вот в таком расположении у нас. То есть, справа, получается, мечи, да, посередине святилища. Да, да. И сразу крестьянский дом. Ну, давай, может, всё-таки по составам пробежимся. Может быть, будет не так, как это будет идти. Давай, давай. Ну, Супер Фиджер у нас раскачку генерала не меняет. У него, я так понимаю, что, видимо, командир. Но за место последней способности обстрел с морем взятый, видимо. Или он такой, наполовину командир, наполовину стрелок. Всё-таки статы у него высокие. Перезарядка 95, меткость 65. Как считаешь? Не знаю, Антош. Тут вообще сложно говорить что-то. Потому что, если бы у него была табуретка, как у Тоттона, например. То можно было бы сразу сказать, что командир... Да, да. Сразу сказать, что командир, короче. А остальное просто вдовесок. Оба, короче, стреляют. Ты понимаешь, у нас? Один на 100... Вот Тоттон на 125 шагов... Ну, кстати, я вот вижу у Тоттона... У него, по-моему, генерал восьмого уровня. То есть, недокачанный. Да, недокачанный. А вот у Суперфиджера, у него десятка, да. У него генерал десятого. Да, да, да. Ну, тоже те же 125 шагов, ты понимаешь. То есть, в моральку, короче. Ну да, здесь состав практически не менял Суперфиджер. У него единственное, что только что нету в этом бою револьера. У него кавалерии больше. То есть, с саблями получается один отряд, да. И четыре ярики качаных. Ну, есть морпех посередине. И куча белых. То есть, красные медведи, белые медведи. Ну, как раз идеальный такой, я думаю, вариант для этой карты. И вот левую фанку, ну, усилил гвардии сёгуна, стоковая, чтобы подбадривало, то есть. Ну, у нас что тут взял, тот он? Ну, взял у нас 150-ку красного медведя. Вот я вижу. Одну. Ну, то есть, играет некачеными войсками. Я отрежил очень много черепах. У него минимум четыре черных черепахи, да. Ну, очень такой сомнительный выбор, на самом деле. Он их берёт, ставит, то есть, играет, получается, в две линии. То есть, у него первая линия, линейная пехота, медведи, да, составляют. А на прикрытии стоят черные черепахи. Видимо, чтобы кавалерию расстреливали, допустим, да. Если будут прорывы. Ну, и также он берёт тоже стоковую кавалерию. Как и в прошлом бою, ярики, сабли. Ну, тут не видно часть отрядов в лесу. Давай, включим плей. Давай, да. Я вот... Вот, показался, показался у него морской пехотинец США. То есть, два дальнобоя у Тоттена. Получается, пока что... По дальности, пока что, то есть, преимущество, в принципе, у Тоттена. Ну, морская пехота США, и здесь, вот видишь, есть гвардия Сёгуна. Использовал он против меня тоже гвардию Сёгуна. Использовал очень хорошо, это я помню. Ну, слушай, вот всё равно, два дальнобоя, да, но вопрос, сможет ли он их использовать. Всё-таки карта рельефная. Нет, здесь можно хорошо поставить, но... Очень много, очень много леса, то есть, не всегда через лес очень хорошо настреливают такие войска, то есть, каченные. Со стороны Хановца, у него, короче, вот... Ну, если от Тоттена смотреть, да, то с его левого фланга у него возвышенность. А у Тоттена, короче, низина. Ну, подставляется Тоттен под залпы, то есть, останавливается очень поздно. Китайский игрок раньше остановился и сделал уже несколько первых залпов. Два залпа он задал. Сходу перестрелку уже начинает выигрывать китайский игрок. Ну, он стрелял, видишь... Он остановился просто гораздо раньше, то есть, на марше поймал Тоттена. И Тоттен отправляет свою кавалерию. Тоттен 43 человека настрелял и никого не потерял. Батенька, лес. Слушай, вот здесь вот я реки сейчас на правом фланге бежали, просто отрезалку получили, и за отрезалку отряд кавалерик просто... То есть, улетел сразу. Ну, и в центре опять Тоттен кавалерию отправил на убой. Ну, и при этом на линейке стоят очень далеко. Ну, то есть, да, в фокусе, понимаем... Ну, смотри, вот опять Тоттен остался без кавалерии. Все кавалерию просто пустило, она была расстреляна еще, она подходит. На лес надеялся. Нет, у Тоттена очень хорошо стоит, вот его 150-ка. Морская пехота, я имею в виду, да? Потому что она, да, она стреляет не в пехоту, но они прикрыты. То есть... Да, они в черных черепах перестреливают, но в тот же момент британская морская пехота расстреливает, получается, в Москву пехоту Тоттена. То есть Тоттен... А где на... Фокус-фаер не туда, фокус-фаер не туда просто. Вторая 150-ка Тоттена где? В центре слева все уже остается 42 человека, 41, красные медведи. По ним просто одновременно они перестреливались против двух отрядов. Против красных медведей и против... Против двух красных медведей. Два красных медведя, сроковых, перестреляли дальнобой. Ну, нет. Просто Тоттен слишком близко очень подошел. Остановился очень поздно. Ну, вот у Вити, короче, второй бой подряд. У него взят табурет, на который он не садится. Нафига? Ну, и как-то не... Не очень непонятно. То есть играет весь бой, получается, стоял и в первом бою, и во втором. То есть все дадзё... Нет, подошел, подошел, подошел фокус. Поставил войска и стоит. Ашерудит, короче, в это время другими войсками. Ну, то есть, как бы, незатейливо так. Ну, здесь видно тотальное преимущество. В этом бою китайский игрок побеждает. Ну, на генерала... На генерала, на генерала Яреки сейчас идёт. Пытается ведь их расстрелять. Может быть, даже... Ну, успевает залп сделать, да. Ну, мне кажется, этот отряд уже генерала не отпустит. Да, всё. Вот эти 21 человек, они его сейчас дорежут. На этом всё заканчивается. Ну, уверенно, Хановец проходит. Тут мне нечего даже оговорить, что первый бой, что второй. Ну, первый, может быть, там ещё и соулк лолс было, да. Там какой-то момент даже показалось, что Витя и выиграть может. Закончился у меня бой. А второй бой тут был просто разрыв. Ну, опыт, наверное, всё-таки. Хотя сказать, что Витя не играл в Сёгуна второго, это будет неправдой. Ну, я не знаю. Раньше, как-то лет пять назад, шесть, если взять. Он играл как-то получше всё равно. То есть не очень нестандартная какая-то тактика для него. Антоша, все мы стареем. Не Витя, не исключение. Это факт, короче. Как я играл, там, не знаю, пять лет назад, и как я играю сейчас, короче, это небо земля. Я думаю, у Витя происходит то же самое. Ну, тут видно, опять тот, он развернул гораздо больше по численности. Человек на 200 у него больше было. Но тотальное преимущество по фрагам у всё равно у китайского игрока. Он сыграл более качественно. Ну, я вижу статистику, да. Витянская пехота 300 фрагов, то есть две линейки, она полностью перестреляла. Да, и при этом потеряла-то 44 человека, ещё она могла стоять там. Ну, в этом целый отряд. Ну, не целый отряд, две трети, но всё равно. Гвардия Сёгуна, вот видишь, была правильно использована, о чём я говорил. У него правильные качанные войска, у него всё неплохо, но не билд его непонятен. Но это уже, это как бы выбор человека, да, как он играет. Ну, тут она в топе только морская пехота США успела что-то показать, да, то есть и красные медведи. Она хорошо держалась. Она очень хорошо держалась поначалу. Она хорошо была поставлена, да, но она изначально почему-то стреляла по черепахам. В принципе, нужно было просто фокус взять на другой отряд и всё. Не-не-не, он боялся фокусить, короче, отряд 150-ки, потому что понимал, ага, 150-ка может отходить, тогда она вперёд забежит, там она получает залпов. То есть его устраивала именно эта выгодная позиция в лесу. Он не хотел продвигаться, поэтому он стрелял на автоатаке. Ну, вот куда, что ближе стояло, то и стреляли. Ну, и кавалерия, то есть вот тут она, вот Я-Реки, самый последний отряд, вот видно, потеряно, то есть 58, два человека только выжило из отряда, убито ноль. Они просто вообще не добежали. Витя, очередной раз вот делаю упор на то, что у него взят табурет. Не в первом, не во втором бою он табурет несёт. То есть зачем он, короче, выбирает себе такой билд в генерале, если он его не использует? Вот это, мне кажется, на мой взгляд, ну, полнейшая вообще ошибка. Ну, ладно, думаю, на этом обзор стоит закончить. 2-0 побеждает китайский игрок в групповом этапе. Спасибо игрокам за предоставленные репеи. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите смотреть. Спасибо, до свидания. Всем пока.